Увидел в социальной сети, а потом на крупнейшем ресурсе, издание «Киевпост» прекращает работу. Коллектив заявил, что это месть владельца. Это 8 ноября 2021 года, и тут вот в соцсети пишут, наша журналистика умирает, терпит большие потери, и, казалось бы, отрицаешь – предлагай. Но, кажется, лет 10 и украинские медиа заработают совсем по-другому. Вот эта газета «Киевпост», и тут они пишут, что они от сегодня прекращают свое иснование. Утром 8 ноября они пришли на работу, где узнали, что они уволены. Хотя еще три недели тому одесский собственник и застройщик «Однанки Ван» какой-то заявляет, что имеет планы расширить «Киевпост». Тогда это новость, а тогда и призначение на руководящую посаду своего человека. Но тут, короче, их не эти разборки. Тот, кто хочет, может остановить. Они и по-английски тут пишут за это все. Это издание. Смотрите, какой у них шикарнейший офис в Киеве. Гляньте. «Киевпост», видать, на какой-то улице. Ну, конечно, в таком офисе работать, это не где-нибудь там, в каком-то областном центре, райцентре или в селе. Ходите себе кофе пить. Зарплата может 20 штук гривен. Это в рублях на 3 умножьте. Они, значит, прямая речь Кивана. Мы надеемся снова открыть газету. Даже больше и лучше. Пост «Брайан Боннер» увольняется после закрытия газеты. А при чем тут до украинской газеты какой-то «Брайан Боннер». Какая-то английская фамилия. О чем он мне будет писать? При чем он, что он украинский журналист или что? Сообщили, что в понедельник о немедленном совместном заявлении, что уволены. Ну, так откройте свою газету. Если вы такие четкие журналисты, так издайте свое интернет-издание. Берите рекламу, берите, продайте квартиры свои кто-то. И откройте, если вы такие таланты и жить без журналистики не можете. Мы видели в формате расширения вмешательства в редакционную политику. Никто вам не будет вмешаться. Политика вызвала сопротивление владельца. Корректива сберечь независимость. И вот видите, и они это еще. Тут в комментариях взял газету. А там она для наземцев, которые живут в Украине. Для иностранцев газета. На первой странице опубликовали большую статью Ли Лещенко. Это тот, который медиаповия. Но этот президента Зеленского отбеливает во всех этих спорных ситуациях. Я понял, что Киевпост, все, помойка. Их, ну, достала, догнала доля корреспондента. Но я не читал, и сейчас и тут корреспондент не читают. Газета должна 23 миллиона сторонним организациям при активах 4 миллиона. Это значит, что они проедают больше, чем создают. Их продукт неинтересен, и реклама не покрывает издержек. Я, как собственник, сделал бы полную реорганизацию, оставил бы только название, со всеми попрощался, что и произошло. И тут не нужно спекулировать свободными медиа и независимой журналистикой. Есть издания, которые мало кому интереса, убыточно. Журналисты не чувствуют потребностей общества. Не может быть так, что одна корова молоко дает, а другие его выпивают и продолжают жаловаться на жизнь. Ну, как я и говорю. Если вы такие все крутые, вот это вот, ну, берите, скиньте с деньгами, организуйте. Вот видите, и тут анонс, даже вот под статьей, и на титульной странице за этот Киевпост анонс. Я когда-то в свое время попробовал свою газету открыть, вот мой сайт, вот печатная газета, зарегистрировал, издавал. Если ты сам все делаешь, ты можешь издавать газету запросто. Если ты сам подбираешь материалы интересные, все, то при чему ты не сможешь это? А у вас там целый коллектив. То что вы там еще журналисты хотите? Видите? Непонятно. Ну, открыл этот Киевпост, он только на английском языке. Это в Google переводчике. Это переведено, тут у них идет. И тут я нажал расследование, да, ну, как бы сказать, такую самую колонку. Во-первых, выскакивает реклама внизу. Видите, надо ее щелкать, закрывать, чтобы можно было читать. Все равно вот это окно рекламы остается. И что ж у них тут за расследования такие крутые? Смотрите, Киевпост вот вверху. Опять сверху там баннер рекламный выскакивает. Радио, это вот, свобода. Кто есть тайной дружиной казахского лидера Назарбаева? Зачем мне, кто есть его тайной женой Назарбаева? Медведчука подозревают в госизмене. Но об этом все уже СМИ пишут там несколько лет. В чем тут ваше расследование? Схемы раскрывают расследование инцидента Укрсимбанку. Так это журналисты схем все раскрутили. Причем тут вы до этого? Харниан, документы Пандоры, что было раскрыто на данный момент. Ну, просто перепечатка из других вот этого вот всего. Это мы такое самое крутое расследование открыли. Дайджест Украины открыть. Тут обратно реклама, видите, выскакивает. Принудительное. И подпишись на дайджест. Опять деньги заплати. Ну, что тут открыть? Украина может открыть. Вот пункт. Сейчас переведет переводчик с английского языка. Обратно внизу реклама. Надо закрывать ее, чтобы читать. COVID-19. Ну, я знаю за COVID-19. Бизнесмен Фукс наслаждается роскошным празднованием дня на рождение. Но вы же не пишите, откуда у него деньги, где его схемы, какие его декларации, а просто тут, что тут в этой статье? Ну, что тут будет в этой статье? Просто как скрытая реклама, скорее всего. Где тут его декларации? Где тут его бизнес-партнеры? Где тут дереваны бюджета? Какая-то просто, ну вот, обратно реклама и все остальное. Если вы такие талантливые, так открывайте свою газету и все остальное. И вот эти все закрывают телеканалы или это. Ну, так возьмите, сделайте свой телеканал, если вы все такие крутые. Я вот предложил административно-территориальную реформу еще в 2015 году, потому что мы живем 80 лет по советскому образцу. У нас вот это все административно-территориальное отделение. Про президентскую должность предложил реформу. Печатал это в центральных СМИ. Они брали на публикацию моей статьи. Ну, то есть, как вот это все реорганизовать государство? Как это может быть? Вот коллегиальный президент. Статьи, видео мое есть. Если вы все такие таланты, ну, так открывайте за свой счет газету. Берите, трудитесь на энтузиазме несколько лет. А как вы хотели? Сами набирайте, сами новости ищите. А что вы хотели? 20-30 тысяч гривен в месяц получать и ходить в шикарном офисе, там сидеть. Я что-то не сижу никогда в шикарном офисе и скромно очень живу.